ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Атмосферным явлением Было признано существование неизвестных летающих объектов Нынешняя наука не может этого объяснить Это официальный отчет Очевидно, эти случаи не имеют объяснения Тогда с чем мы имеем дело? Неужели Америка, наконец, узнает всю правду о странных объектах в нашем небе? Может, скоро выяснится, что они имеют внеземное происхождение? Кое-что происходит, и власти впервые это признают Тайна раскрыта Вашингтон, овальный кабинет, 27 декабря 2020 года Всем спасибо Президент Трамп подписал пакет антикризисных мер На два с лишним триллиона долларов По борьбе с экономическими последствиями эпидемии ковида Но туда был включен один неожиданный раздел С подзаголовком «Противодействие воздушным угрозам» Там говорилось Что директор национальной разведки Совместно с министром обороны Должны составить отчет обо всем, что известно правительству О неизвестных атмосферных феноменах НАФ Благодаря общественному давлению Сенаторы из Комитета по разведке Отметили необходимость публичного доклада об НЛО На это отводилось 180 дней Это было потрясающе Многие удивились Какая связь между НЛО и ковидом? Это требование доклада об НЛО Изначально исходило от Сенатского комитета по разведке И было включено в закон об осигновании средств на разведку На 21-й финансовый год Но этот закон не могли принять по разным причинам И тогда его добавили к пакету Который наверняка будет принят Об антикризисных мерах Для исследователей НЛО или НАФ Как их называет правительство Это был переломный момент Даже в Вашингтоне многие были рады Из тех, кто уверен, что Пентагон Излишне щепетилен с информацией об этом феномене Мне приятно знать, что в разведслужбах Есть хорошие ребята, берегущие национальную безопасность С другой стороны, не только американцы, но и весь мир Хотел бы знать, что творится в небе Я задавал себе вопрос А что сделал я? Почему понадобилось столько обращений простых людей И усилия Конгресса на протяжении десятков лет Пока угрозу не восприняли всерьез У власти есть люди, негативно настроенные к информации об НЛО У правительства была куча времени и причин с этим разобраться Но толком данные начали собирать только в 2019 Это безумие Информация была доступна в многие десятилетия Уфологи встали на уши Некоторые из них давно предсказывали этот шаг властей Ведущие СМИ тоже этим заинтересовались Понеслась лавина спекуляций Это неудивительно После того, как Трамп подписал пакет антикризисных мер Мне нужно было с ним ознакомиться Я получила ссылку и прочла его от корки до корки И, естественно, была масса домыслов Неужто окажется, что мы не одни во Вселенной? Правительство США ведет гласное расследование НЛО По-моему, одно это многое говорит О смене парадигмы Но как американские власти перешли От десятилетия отрицания интереса к НЛО К принятию обеими партиями закона Об изучении неизвестных атмосферных феноменов Корни этой радикальной перемены Можно найти в секретных разговорах Прошедших больше 20 лет назад Лас-Вегас, 1995 год Телерепортер Джордж Кнап Ставший известным в Неваде Благодаря серии репортажей О секретной авиабазе «Зона-51» Много лет обсуждал НЛО С невадским сенатором Гарри Ридом Сенаторы Риды Интересовали проблемы национальной безопасности Авиабаза «Неллис», «Зона-51» Я говорил ему, что это может быть реальной проблемой И мы тайком обсуждали НЛО в течение 30 лет В 1995 году Кнап Пригласил Рида на встречу Устроенную еще одним видным невадцем Давно интересующимся неизведанным Магнатом гостиничного бизнеса Миллиардом Робертом Биггиллоу Он основал Национальный институт открытий Частную организацию по изучению маргинальной науки И феномена НЛО Я сказал Риду, что на это стоит посмотреть Он сходил на их ежегодное собрание И сразу увлекся этой темой И это знакомство с Биггиллоу Стало катализатором для всего, что произошло позже При содействии Рида В 2007 году Биггиллоу получил 22 миллиона долларов От Министерства обороны На программу идентификации аэрокосмических угроз Созданную для расследования сообщений Об аномальных летательных аппаратах В Пентагоне создали специальную программу Суперсекретную, как водится Под нее выделили финансирование И я думаю, что именно эта пентагоновская программа В итоге все изменила Руководить этой секретной программой Назначили бывшего спецагента из контрразведки Луиса Элизондо Лу и Элизондо Поставили во главе небольшие группы специалистов Из разных департаментов Они обменивались информацией И старались лишний раз не светиться Некоторые в Пентагоне знали, чем они занимаются Но не все Элизондо Руководил этой программой 7 лет На деньги, выделенные Невадским сенатором Гарри Ридом И никто из нас ничего об этом не знал Ознакомившись с секретными архивами Элизондо убедился, что НЛО Могут представлять настоящую угрозу Национальной безопасности Но его никто не захотел слушать Лу понял, что в Министерстве обороны Информацию об НЛО воспринимают скептически От разных вещей отмахиваются И многое замалчивают По разным причинам И Лу не мог смириться с тем, что в Пентагоне Никто не относится к этому всерьез В октябре 17-го года Луис Элизондо уволился После того, как его начальство Оказалось сообщить о его находках Министру обороны Джеймсу Мэттису Я со многими говорил Прочел множество рапортов Я знаю, что они существуют И не могу с чистой совестью Просто зарыть голову в песок Мне пришлось уйти с любимой работы Чтобы обозначить свою позицию Когда Элизондо уходил из Пентагона Том Де Лонг Сооснователь рок-группы Blink-182 Создал компанию к звездам Для сбора и изучения информации О неизвестных атмосферных феноменах Том Де Лонг Том Де Лонг Собрал удивительную команду Из бывших сотрудников правительства Разведслужб И специалистов по авиации и космосу Знакомых с передовыми технологиями Элизондо сразу же пошел работать К Тому Де Лонгу В его новой компании К звездам Там пытались найти ответы на вопросы Связанные с феноменом НЛО И это была большая удача С приходом Элизондо Компания к звездам получила доступ К правительственным данным О неизвестных атмосферных феноменах Начальство Элизондо не знало Что он ушел из Пентагона Не с пустыми руками А захватил видеозаписи С НЛО Вашингтон Октябрь 2017 года После ухода из секретной программы Пентагона Луис Элизондо Срещенных видео Снятых пилотами ВМФ Своим новым коллегам Из компании к звездам Первый объект Под названием Тик-Так Был засечен радаром Авианосца Немец В 2004 году На высоте около 20 километров Когда к нему Приблизились истребители Ф-18 Объект Мгновенно снизился До уровня воды У нас нет ничего способного За секунды Снизиться с 24 километров Достигая скорости В 20 махов Получается, что Такая система создания тяги Мощнее, чем у наших ракет Военный летчик Лейтенант Чет Эндервуд Получил приказ Перехватить объект На своем F-18 Оснащенном инфракрасной камерой Объект Совершенно гладкий Поэтому я назвал его Тик-Таком Он выглядел Как дрожа Тик-Так Без крыльев И средств создания тяги Инфракрасная камера Засекает тепло И обычно На ней виден шлейф Выхлопных газов От самолета Но его не было Объект резко менял Высоту и скорость Камера и радар Едва за ним поспевали И в конце концов Он внезапно Метнулся влево От кабины В этот момент Я удивился Что это было? Остальные два видео Которые Элизондо Показал коллегам Были не менее удивительными Они называются Подвес и быстролет Оба сняты Истребителями С авианосца Теодор Рузвельт У берегов Флориды В 2015 году На всех трех видео Видны объекты Отрицающие Известные законы физики Эти объекты Легко выписывают Зигзаги Отрицая Известные законы Аэродинамики Они играючи Разгоняются До 20-кратной Скорости звука У них нет Видимых средств Создания тяги Так что это может быть? Ответ короткий Мы не знаем У этих аппаратов Необычные Летные характеристики Необычная скорость И способность Резко останавливаться Шансы Что у китайцев Русских Или кого-либо еще Могут быть Такие технологии И мы ничего О них не знаем Очень малы Еще работая В Пентагоне Элизондо добился Рассекречивания Этих видео Но они так и не были Опубликованы Благодаря Компании К звездам У него появилась Возможность Поделиться Этой удивительной Информацией Компании К звездам Хотят выяснить И рассказать Всем о том Что известно Правительству Об этих Странных Атмосферных Феноменах Вероятно Созданных По технологиям Которыми Человечество Просто не обладает Благодаря Компании К звездам Луи Элизондо Работает Совместно С Крисом Меллоном Чиновником Минобороны Со связями В Сенатском Комитете По разведке И это Они принесли В Нью-Йорк Таймс Пресловутую историю Об интересе Властей Кеннело Крис Меллон Встретился С Лесли Кин Популярной Журналисткой Которая Годами Пыталась Привлечь Внимание Ведущих СМИ Кеннело Меллон И Элизондо Рассказали О секретной Программе Пентагона И пообещали Предоставить Видео Если она Добьется Публикации Об этом В Нью-Йорк Таймс У Лесли Кин Хорошие связи Среди политиков Ее дядя Томас Кин Был губернатором Нью-Джерси И возглавлял Комиссию По расследованию Терактов 11 сентября Это дает Представление О знакомствах Лесли Кин И когда К Лесли Обратились Элизондо И Меллон Она объединила Усилия С Ральфом Блументалем Давним репортером Нью-Йорк Таймс И Хелен Купер Которая работала Там же Ральф Блументаль Познакомился С Лесли Кин Во время работы Над своей книгой Верящей Биографии Похищенного Инопланетянами Уфолога Джона Мака Узнав О программе Пентагона Ральф Был рад помочь Это была Отличная история Для Нью-Йорк Таймс Секретная программа По изучению НЛО Когда правительство Официально Отрицало Свой интерес К этой теме Блументаль Пересказал Историю Непосредственно Шеф-редактору Газеты Дину Бакету И 16 декабря 2017 Года Репортаж Лесли Кин Ральфа Блументаля И Хелен Купер О загадочной Программе Пентагона По изучению НЛО Оказался На первой Странице Онлайн Версии Нью-Йорк Таймс Мы подробно Все изложили Со ссылками На источники Рассказами Участников Программы Документами Все как полагается Добавили Видео ВМФ Выложили На сайте Газеты И они Собрали Больше Просмотров Чем любая Их Публикация За всю Историю Это был Поворотный Момент Редакция Нью-Йорк Таймс Всегда утверждала Что стоит На страже Правды И вдруг Они Публикуют Материал Об НЛО Всем Стало Очевидно Что НЛО Их изучение Наконец Проникли В мейнстрим Внезапно Начиная С 2017 Года Такие истории Стали появляться На первых полосах Ведущих Мировых газет Это яркое Свидетельство Смены Парадигмы Произошедшей В последние 25 лет Для людей Вроде меня Это Потрясающая Новость Конгресс Потрясен Неоткровением О секретной Программе И утекших Видео Потребовал Отчета От разведслужб И у тех Не осталось Выбора Заседания Посвященные НЛО Вдруг стали Самыми популярными На капиталистском Холме Комитета По вооруженным силам По разведке Конгресс Серьезно К этому Отнесся СМИ Обеспечивали ему Политическое Прикрытие Подтверждая Правдивость Истории И сенаторы Рубио И Уорнер Отвечали Журналистам Что они Действительно Изучают Этот вопрос Нечто Летает Над военными Базами Зонами Учения И другими Местами Мы не знаем Что это Объекты Летающие Над военными Базами Могут Представлять Угрозу Я думаю Слушание Продолжится И мы Наконец Можем Обсуждать Такие вещи Не рискуя Наткнуться На насмешки И издевательства И по-моему Это крайне важно После 70-летнего Табу Наложенного В 1947 Году После Инцидента В Розуэлле Изучение НЛО Наконец Получило Всеобщее Признание Но готовы ли Американские Военные Рассказать Что им Известно Или В Пентагоне До сих пор Есть те Кто готов На все Чтобы Защитить Свои секреты Вашингтон Июнь 2019 Года После Опубликованных В Нью-Йорк Таймс Откровений О секретной Программе Пентагона И видео НЛО Комитеты По вооруженным Силам Обеих Палат Конгресса Начали Допрашивать Военных Летчиков Заявлявших О встрече С НАФ Во время Учения Все началось С закрытых Совещаний С командованием Потом Пилотов Дэвида Фрейвора Алекс Дитрих Чеда Андервода Райана Грейвза Вызывали В Капитолии Они рассказывали Об увиденном Они мгновенно Меняли направление Движения Я никогда Не видел Такого быстрого Набора Скорости Их рассказы Правдоподобны Это не помешанные На НЛО Чудаки Мы сами Увидели то Что потом Назвали Тик-таком Летящее На огромной Скорости Они рассказывали О странном Аппарате Созданном По неизвестным Нам технологиям Мы тренировались У восточного побережья И эти объекты Следовали за нами Объект сумел Повернуться на крыло Безо всякого виража Самолеты так не могут Командование Передало их слова Членам Конгресса И это все изменило Не думал Что доживу до этого И эта история Продолжает развиваться На наших глазах Пентагону Пришлось как-то Реагировать Нельзя было просто Все отрицать Как они привыкли В августе 2020 года Министерство обороны С редкой откровенностью Сообщило Что работа По обобщению Информации Связанной с НАФ Выполняемой Лизондо В рамках Секретной программы Будет продолжена Оперативной группой По изучению Неизвестных Атмосферных феноменов Тем же летом Комитет по разведке Возглавляемый Сенатором Рубио Предложил законопроект По которому Пентагон Должен Через 180 дней Отчитаться Обо всем Что удалось узнать О НАФ В 2021 году Комитет Сената по разведке Предложил закон Требующий Отчета О НАФ То есть Наконец-то С этим решили всерьез Что-нибудь сделать Закон был принят И подписан Президентом Отчет дней Начался Но даже после этого Чиновники Минобороны Пытались утверждать Что Луис Элизондо Не имел Никакого отношения К секретной программе Пентагон Начал кампанию По дискредитации Элизондо Его называли Сумасшедшим 3 мая 2021 года Элизондо Подал жалобу На 64 страницах Главному инспектору Министерства обороны В Пентагоне Остаются очаги Сопротивления Пытающиеся Замолчать Эту тему Я бы хотел Чтобы это исправили Было бы хорошо Если бы Обо мне Говорили правду Но это Менее важно Чем Обсуждение Главной темы После стольких лет Молчания Завеса секретности Начинает потихоньку Спадать Естественно Остается влиятельная Группа лиц Которая постарается Сделать все возможное Чтобы это остановить И если для этого Потребуется Измазать грязью Имена честных людей Так тому и быть Это война Энтузиасты утверждают Что попытки Отрицать рассказы Информаторов О существовании НЛО Предпринимались Уже после Второй мировой войны Власти часто Так реагировали На громкие разоблачения Такие информаторы Были настоящими героями 20-го и начала 21-го века Это были достойные люди Которых наняли Для научной работы И вдруг Оказывалось Что теперь Они в оковах Это были оковы Государственной И оборонной политики Каждая разведслужба Старалась контролировать Информацию Выходящую наружу И это продолжалось Со времен Второй мировой И до сих пор В 1958 году После исследований Посвященных НЛО При содействии Знакомых Из Пентагона Бывший пилот Морской пехоты Майор Дональд Кихоу Отправился на телевидение В передачу Театр Армстронга Чтобы рассказать О своих выводах О посещении Земли Пришельцами В прошлом Но в момент Когда он собирался Об этом заговорить Внезапно пропал Звук Я уверен Что удалось бы Достоверно доказать В 1989 году Физик Боб Лазар Заявил Что его наняли Для инженерного анализа Летательного аппарата Пришельцев На секретной базе Зона 51 Представители власти Утверждали Что такой базы Не существует Через 14 лет Эта ложь Была опровергнута Когда слушаешь Рассказ Боба Лазара Он кажется Явной небылицей Пока кто-нибудь Из Пентагона Не подтверждает Что они нашли И аппарат И обломки Вернувшись После этого К истории Лазара Понимаешь Что он говорил правду В 1997 году Отставной полковник Сухопутных войск Филипп Корсо Опубликовал книгу День после Розуэлла Где подтвердил Что в пустыне Нью-Мексико Действительно Разбился инопланетный корабль И Пентагон Привычно Все отрицал Книга полковника Корсо Рассказывает О вещественных доказательствах И о том Как в месте Где они оказались Принято все отрицать Все под запретом Когда Пентагон Попытался Опорочить Элизонда Многие боялись Что это возвращение К привычной практике И отчет АНАФ Будет попыткой Не раскрыть А опровергнуть Известную информацию Но К удивлению многих Главный инспектор Согласился Расследовать Жалобу Элизонда Сторонники Теории Палеоконтакта Надеются Что это приведет К повторному рассмотрению Прошлых инцидентов С НЛО От которых Власти Раньше Отмахивались Возможно Главный инспектор Заодно узнает Что произошло В Розуэлле Что случилось С майором Кихоу С Бобом Лазаром Чиновникам Пентагона Придется Отвечать На эти вопросы Под присягой И широкая публика Тоже Услышит Их ответы Расследование Главного инспектора Только начинается А до отчета По НАФ Остается Всего месяц И пока Все с нетерпением Ожидали Результатов Появились Новые Удивительные Данные Май 2021 Года Когда До публикации Отчета Об НЛО Оставались Считанные Недели Журналист Джордж Кнап И режиссер Документалист Джереми Корбел Произвели Новую сенсацию Кадры НАФ Сняты Из кораблей ВМФ Это были Видео И фотографии Оперативной Группы Пентагона По НАФ На одном Из снимков Виден Пирамидальный Объект Зависший Над эсминцем Рассел Потом Выяснилось Что таких Объектов Не один А целый Рой Под определенным Углом Они Выглядят Треугольными Но на самом Деле Это пирамиды Другие Видео Были Сняты На борту Прибрежного Боевого Корабля Амаха Входившего В ту же Ударную Группу Что и Рассел Там Видео Не только Со смартфонов Но и с Инфракрасной Камерой И радиолокатора 138 узлов Вот это Скорость Там Есть Кадры Снятые Инфракрасной Камерой И данные Из радаров Плюс Видео Которые Сняли Матросы Стоя На палубе Это Три Разных Типа Видеозаписей На одном Видео Запечатлен Одиночный Объект Который Летит Над водой Затем Зависает Над ней И уходит Под волны Слышно Искреннее Удивление Персонала На посту Анализа Боевой Информации Которые Видят Как он Скрылся Под водой Он Погрузился Очевидно Что объекты Могут Двигаться В атмосфере На скоростях Превосходящих Скорость Наших Ракет И Погружаться Под воду Выдерживая Давление Которое Смяло бы Оболочку Ракеты Иными Словами Эти Объекты Превосходят Все Что у нас Есть Потому Что Легко Передвигаются В космосе Атмосфере И даже Под водой Скептически Настроенные Эксперты Утверждали Что это Кадры Отраженного Света Метеозонды Или Просто Фальшивки Но вскоре Пентагон Подтвердил Что кадры Подлинные Уфологи Живут В мире Заговоров И Публикацию Этих Снимков Они Считают Намеренной Дезинформацией Они Решили Что это Подделки Эти же Обвинения Звучали По поводу Кадров Предоставленных Элизонда И опубликованных В Нью-Йорк Таймс В 2017 Году То же самое Говорят те Кто просто Не хочет Чтобы существовали Неразрешенные Загадки Мы Опубликовали Снимки Проверили Источники И все Впустую Если бы Пентагон Не подтвердил Их подлинность Самое Удивительное В этой Истории То Как быстро Минобороны Подтвердила Подлинность Материалов Обычно Принято Или все Опровергать Или вообще Отказываться От комментариев Невольно Забдаешься Вопросом Не публикуется Или эти материалы С молчаливого Согласия Кого-либо В правительстве Или среди Военных И разведывательных Служб Реакция Была бурной Ведущие СМИ Сразу же Подхватили Эту историю Она стала Сенсацией В преддверии Публикации Отчета Пентагона Лично я Хотел Поддержать Существующий Интерес Предоставить Новую информацию Дополнительные Свидетельства Того Что мы Столкнулись С технологиями Неизвестного Происхождения И эти технологии Были созданы Чьим-то Разумом Небольшое давление Не повредит Если вы хотите Чтобы власти США Честно выложили Все О чем они врали Почти 80 лет До появления Отчета Остается Несколько недель И накал Страстей Достиг Максимальной Отметки Будет ли Этот отчет Очередным Заметанием Следов Как предсказывают Многие уфологи Или будет Содержать Шокирующие Откровения Вашингтон 25 июня 2021 года Оперативная группа ПАНАФ Вместе с аппаратом Главы Национальной Разведки Представляют В Конгрессе Долгожданный Отчет Под заголовком Предварительная Оценка НАФ Это доклад Всего на Девяти страницах Самая честная И подробная Официальная Сводка О НАФ Ставшая Достоянием Публике В нем Говорится Что Из 144 Случаев Наблюдения НАФ Только один Оказался Сдувшимся Воздушным Шаром Остальные Остаются Необъясненными На мой взгляд Этот доклад Крайне важный Шаг вперед Я бы выделил Два факта НЛО существуют И сделаны Не нами Поразительный итог 144 наблюдения И 143 Из них Остаются Загадкой Это определенно Знаковое событие Оно принесет Облегчение Тем, кто работает В разведслужбах И правительстве И военным Которые теперь Смогут Свободно Говорить На эту тему Это лишь Предварительная Оценка Некоторые Уфологи Были Разочарованы Потому что Не раскрыто Ничего Нового Но то, что Там сказано Воодушевляет И имеет Важное Значение Например Что чем бы Нибыли Эти НЛО Некоторые Из них Связаны С продвинутыми Технологиями И это В некотором роде Уже Откровение Определенно Это больше Чем власти Были готовы Сделать Раньше И само По себе Важное Признание Из 144 Сообщений Рассмотренных Оперативной Группой ПАНАФ Большая Часть Поступила Между 2019 И 2021 Годами После появления Специального Протокола О таких Сообщениях Но Пожалуй Самое Любопытное Здесь То, что Из 144 Четырех Случаев Наблюдения НАФ Удалось Объяснить Только Одно Только Один Из Этих Случаев Оказался Ошибкой Это Значит Что Перед Нами Настоящий Кладезь Инцидентов Которые Нельзя Объяснить Привычными Способами Это Нечто За пределами Нашего Воображения Связанное С Новыми Законами Физики И Физикам Не терпится Получить Доступ К Этому Знанию В отчете Выделено Пять категорий Объяснений Мусор В воздухе Природные Атмосферные Явления Правительственные Или Корпоративные Инженерные Разработки И Системы Других Стран А категория Для Нав Требующих Дополнительного Анализа Названа Просто Другое Другое То есть Пока Неизвестные Нам Технологии Которые Могут Быть Внеземными Как Знать Я думаю Военные Теперь Признают Что Другое Может быть Инопланетным Хотя Определение Внеземной Ни разу Не встречается В отчете Некоторые Заметили В нем Любопытное Утверждение Там Есть Потрясающая Цитата Которую Многие Пропустили О том Что Возможно Нам Придется Изменить Наше Понимание Законов Физики Чтобы Понять Что Происходит С этими Объектами Могут Потребоваться Новые Научные Знания Чтобы Успешно Проанализировать И охарактеризовать Некоторые Из них Новые Научные Достижения Которые Позволят Лучше Их Понять И это Не фантастический Роман А официальный Отчет На этом месте Меня отвисла Челюсть Власти Признают Что Нынешняя Наука Не может Этого Объяснить Вот Это Да Новые Научные Знания Могут Быть За пределами Известных Законов Физики Другими Словами Технологии На тысячи лет Опережающие Наши Этот отчет Вызвал Неоднозначную Реакцию У публики Некоторых Поразило Признание Невозможности Объяснить Природу Такого Количества Неизвестных Объектов В небе А другие Решили Что он Не содержит Ничего Существенного А для Уфологов Отчет Стал Запоздалым Признанием Очевидного Отчет АНАФ В июне 2021 Года Стал Судьбоносным Для Уфологов Потому что Впервые Выставили Правительство Выступило С заявлением Где Открыто Рассматривается Вопрос Об НЛО Главный Итог В том Что Власти США Знают На что Способны Наши Противники И Согласно Отчету Они Ни при чем Это Дает Новую Надежду Хотя Мало Что Меняет В моих Отношениях С информаторами Которые Обладают Подробными Сведениями Не Просто Об одной Неземной Форме Жизни Их Множество И этот Факт Меня Особенно Потрясает Теперь Когда Власти США Подтвердили Что В небе Присутствуют Объекты Существования Которых Не могут Объяснить Ни ученые Ни военные Многие Надеются Что Вскоре Подтвердится Их Инопланетное Происхождение Но Если Это Произойдет Что Дальше Вашингтон 2021 Год Публикация Отчета О неизвестных Атмосферных Феноменах И Рассекреченных Видео ВМФ Ознаменовала Самое крупное Раскрытие Информации О возможном Существовании Инопланетян В истории США Сразу После доклада Марко Рубио Марк Уорнер Адам Шиф Андрея Карсон И другие Призвали Продолжить Финансирование Этой Программы Доступен Огромный Массив Данных И доклад Затронул Только его Поверхность Там говорится Что для изучения Нужно Больше Времени Первые Свидетельства Относятся К началу 20 века Это не говоря О случаях Упомянутых В Библии И литературе Других культур Где еще Тысячи лет назад В небе Видели Странные вещи Но даже В наше время Набралось Множество Задокументированных Наблюдений Которые Раньше Просто Инорировали Мы не хотим Упрощать Эту проблему Важно Избавиться От заведомо Негативного Отношения Во многих Организациях Где сотрудники Наблюдали Эти феномены Нужна Совместная Работа С правительством И если Кажется Что это Внеземные Объекты Мы сможем Принять Соответствующие Меры Для безопасного И аккуратного Установления Контакта Большинство Данных О неизвестных Атмосферных Феноменах Приходят Из ВМФ Но Предпринимаются Усилия Для стандартизации Сообщений Об инцидентах Во всех Правительственных Службах В оперативную Группу ПАНАФ Планируется Включить Персонал ВВС И управление Гражданской Авиацией И использовать Искусственный Интеллект Для анализа Поступающей Информации Обсуждается Стандартизация Которая Откроет Путь Для массы Сообщений От пилотов Которые Теперь Могут Быть Проанализированы Учеными Я думаю Скоро Наш подход К обращению С этими Данными Изменится Нужно провести Настоящие Слушания В Конгрессе С участием Действующих Ученых Вот о чем Я мечтаю И я хотела бы Выступить На этих Слушаниях С материалами Которые я Собрала Как журналист И внести Свой вклад И я надеюсь Что таких Журналистов Там будет много И тогда Наконец Правительство Созданное Волей народа И для народа Позволит Всем Сказать Правду Замечательно Что еще В 60-е годы Эрих Фон Деникен В своих Колесницах Богов Предположил Что пришельцы Явятся на Землю Когда наша Цивилизация Достигнет Определенного Уровня Развития Технологии И учитывая Все Чего Мы уже Достигли Это Может быть Момент Когда Мы Готовы К контакту Несколько Тысяч Лет Назад Пришельцы Обещали Вернуться В далеком Будущем И у нас Есть Серьезные Основания Полагать Что теперь Они К этому Готовы Все чаще МЛО Появляются На публике Хотя раньше Их видели Только Единицы Мы знаем Что Мы не одни Что за нами Наблюдают И это могут Быть пришельцы Потому что У них есть Технология Которой Нет у нас Возможно Повышенное Внимание И участившиеся Случаи Наблюдения НЛО Признак того Что мы Быстро Приближаемся К гораздо Более Серьезному Откровению Что Если Скоро Окончательно Станет Ясно Что Мы не одни И Никогда Одни Не были Может быть Это признание Будет Организовано Уже Не правительством Или военными А гостями Из Иных Миров Организовано Продолжение следует... Продолжение следует...